Вадим Мериков, депутат областного совета, фракция Батькивщин. Вы знаете, то, что происходит сейчас в областном совете, в городском совете, идет, как правильно выразиться, идет такой повал власти. Мы постепенно валим действующую власть в Николаевской, уже не действующую власть, в Николаевской области. Власть, партия, регионы. Поэтому нам необходима ваша поддержка. Мы с депутатами областного совета, которые выступили инициативной группой, собрали более 30 подписей о проведении внеочередной сессии областного совета. Почему мы это сделали? Потому что и глава областного совета Дятлов написал заявление, и сложил свои полномочия, и первый заступник Пащенко, Дентеш, сложил свои полноважения. Керуваты бельшнеком, никому. Я взял на себя ответственность эти два дня, просто находился в зале областного совета, для того, чтобы координировать работу с депутатами и с комиссиями. Молодец! Спасибо. Но поймите, так долго продолжаться не может. Почему? Потому что я не имею права не подписывать документы. И чтобы не остановилась жизнедеятельность области, города, нам необходим тот человек, который будет управлять. Но этого человека мы вместе с вами, политическими партиями, которые вчера были в оппозиции, сегодня они уже не оппозиционные, должны поддержать. Мы не хотим так, как было раньше, что каждое назначение проводилось калуарно, где-то там под столами, в каких-то подсобках, где-то еще. Этого не должно быть. Поэтому мы вместе с вами хотели бы согласовать кандидатуру депутата областного совета, вот фракции Батькивщина, Тараса Дмитриевича Кремня. Я прошу поддержать данную кандидатуру и проголосовать. Кто? Ставлю вопрос на голосование. Кто за данную кандидатуру? Прошу проголосовать. Кто за? Все за. Все Тараса уважаемые. Кто против? Кто воздержался? Тарас Кремень воздержался. Тарас Дмитриевич, поздравляю! Вы выбрали народом!